Все? Значит, мы можем начинать. Понятно, что мы здесь все собрались на случайно, уже скоро юбилей Белорусских соглашений, и в связи с этим актуализируется память о Советском Союзе, но в разных контекстах. В том числе актуализируется антисоветский миф, который, в общем-то, с медиапространства не пропадал, но стал куда более заметен. Если рассматривать мое исследование, то его актуальность обусловлена именно неоднородность восприятия СССР в массовом сознании, а еще тем, насколько сильно увеличивается собственное историческое сознание и массу. В связи с этим происходит разрыв. Между тем, как воспринимает Советский Союз в разных слоях общества, среди подготовленной и неподготовленной републики. Временные рамки ограничены 19-20 годами из-за того, что мне нужно было ввести в оборот новый эмпирический материал, который не использовался ранее в исследовании. Начнем с того, что массовое сознание специфически воспринимает информацию. По факту, если речь идет о публицистике, она в подавляющем большинстве случаев имеет дело именно с массовым сознанием, которое воспринимает только непротиворечивые, целостные и обязательные эмоциональные сообщения. И в связи с этим строятся тексты журналистских материалов, которые я буду рассматривать далее. Миф хорошо подходит для восприятия массовым сознанием истории, но и об этом я поговорю дальше. Следует сказать, что под них я не понимаю историческую фальсификацию. Для меня миф — это все-таки упрощенное восприятие исторических процессов, которые редуцируют одну из дво частей. В соответствии с тем, в какую систему общественно-политических отношений этот миф встраивается. Такая часть исторического события будет редуцироваться, подстраиваясь под общее настроение. Поэтому миф своей эмоциональностью и упрощенностью очень хорошо влияет именно на массовое сознание. Что касается антисоветского мифа, вы видите сейчас на слайде его основные черты. Как я уже сказала, миф о Советском Союзе не однороден, а антисоветский миф, к слову о тематике нашей конференции, берет свое начало на срочное время. В тот момент, когда разрешили говорить о Советском Союзе разное и даже проощрялось понятие тем, которые раньше запрещали, замалчивались, или память о которых была специально упразднена из массового оборота. Сейчас исторический миф реконструирует забытые события, вновь на них напоминают и пытается прожить романтический исторический год своим воспоминанием об этом. При этом нужно сказать, что антисоветский миф позволяет именно своей идеологичностью с общепринятой положительной оценкой Советского Союза искать некий примеряющий нарратив, который включит в себя не только черты, собственно, критикующие Советский Союз, но и разные мнения по поводу этого исторического периода, что позволит нам сложить какую-то более сложную картину исторических событий. Но это только с течением времени. Перейдем к эмпирическому материалу, который рассматривала я. После анализа текста Леонида Млечина в «Новой газете» я выделила пять тематических групп текстов, которые вы сейчас видите на слайде. По факту, если хорошо на них посмотреть, можно понять, что из перестроечного времени изменилось на самом деле мало. Поднимаются те же темы, актуализируются те же проблемы, что поднимались во время перестройки. И до сих пор идет вот эта диалогичность с положительным мифом о Советском Союзе, который я выделила в отдельную четвертую категорию. Несмотря на то, что есть довольно очевидная преемственность между перестроечным временем и тем, что публикуется сейчас, есть и характерные черты публикации, которые тоже следует посмотреть. Во-первых, нескрываемая оценка исторических событий. Как я уже говорила, массовое сознание воспринимает исключительно упрощенные эмоциональные сообщения, поэтому авторская оценка необходима в случае, если есть желание воздействовать на широкую аудиторию. Я приводила здесь заголовки, поскольку заголовки читаются чаще всего в журналистских материалах, и они особенно экспрессивны, если автор хочет показать оценку. Но эта оценка встречается и внутри самих материалов, и автор ее нисколько не сбывает. Следующая характерная черта – появление связи с современными официальными политическими процессами. С одной стороны, это хорошая черта, которая показывает нам, насколько неразрывно воспринимается Советский Союз и современная Россия. С другой стороны, поскольку, как я уже сказала, оценка очень явно выявлена в журналистских материалах, эта негативная оценка переносится с восприятия Советского Союза на современную Россию. Получается, что история здесь выступает не собственным неким историческим материалом, а инструментом, который позволяет оценить и в какой-то степени критиковать современные социально-политические процессы. А последняя черта – это четкая привязка к ним по поводу. Вы можете сказать, что на самом деле это черта, которая характерна для любых журналистских материалов, это так. Но если мы говорим про массовое сознание и потенциальное расширение аудитории, привязка к ним по поводу позволяет ее расширить за счет всплеска тех или иных материалов и всплеска интереса по поводу тех или иных исторических дат, которые возникают именно в их праздновании или в их преддверии празднования, например. Перейдем к выводам. На самом деле, я могу сделать ряд выводов на основе своего исследования и не думаю, что есть смысл их зачитывать, потому что вы видите их на слайде. Действительно, новая альбезета продолжает линию перестройки, антисоветский миф здесь присутствует практически в неизмененном виде. При этом нужно сказать, что история становится все-таки инструментом по большей части, который позволяет оценивать современные процессы. Главный вывод в том, что исторические мифы продолжат существовать в массовом сознании, как бы мы хотели сделать что-то с этим. Другой момент и вопрос, который, наверное, можно поставить сейчас, в том, каким же будет Советский Союз восприятием массы с течением времени, потому что проживание исторической травмы, которые являются антисоветными, это часть процесса конструирования этого общего нарратива в массовом сознании. И если все пройдет успешно, мы сможем получить некую не концептуально сложную картину исторических событий, но, по крайней мере, что-то более приближенное к объективности, если так можно говорить. И это тот процесс, за которым мы сейчас можем наблюдать, и пока что непонятно, как он пойдет. У меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я на них отвечу. У вас там написано, что задача ГИПа — сохранение памяти о части исторических событий. То есть, получается, о памяти не на негативных событиях? О каких? О тех, которые забывались. О тех, которые замалчивались. О тех, которые не выдавали в массовом сознании в то время. Восстанавливаются события гражданской войны и противоречивость. Великая Отечественная война в предыдущем универсалитете не только по строго положительным событиям. Вспоминаются репрессии. Это не столько строго негативные черты, хотя, конечно, они, сколько эти черты, которые усложняют уже сложившуюся картинку восприятия того, что происходило в истории. То есть, антисоветский мир, он, по сути, показывает нам другую сторону предали. Да, все так. Он не имеет цели его очернить. Да, но показать. Да. Это естественный процесс того, что люди, которые только помнят другого, хотят, чтобы об этом было сказано, чтобы об этом поговорить. Такая просто историческая грамма пожелается. И если звук упребляющих, то зачастую те, кто говорят какие-то непреблядные вещи, воспринимаются как непатриотичные люди или антидежавные. То есть я, например, читала много рецензий на «Время секретных» Светланы Алексеевича, где она показывала тоже вот такие экстремальные ситуации и во многом драматичные. И вот ее многие обвиняют в том, что она, это все западное влияние, это все ориентация на европейского читателя, но с другой стороны она ведь показывает другую сторону. И вот если брать новую газету, я просто не отвечала никак по темноте, то к ней есть такое отношение, что это типа западное влияние и так далее, что они не патриоты. Я помню ваш доклад, я помню ваш доклад. И да, отвечая на ваш вопрос, такое есть, особенно если вы прослеживаете комментарии о любых оценках, которые даются в соцсетях. Это очень видно, поскольку это массовое сознание, это восприятие новой газеты в соцсетях, послеживается, конечно, и пишут многие не самые приятные вещи и действия отношения могут идти. А можно я тоже спрошу? Да, конечно. Да, я на самом деле не очень понял все, отчасти не совсем было слышно хорошо ответы на предыдущие опросы. Я хотел спросить еще раз, все-таки что такое именно антисоветский миф? Может быть, приведите пример какой-нибудь антисоветского мифа? Потому что мне интересно здесь, и что такое антисоветский, и здесь что такое... Так, сейчас меня хорошо слышно, я просто буду говорить направлению к компьютеру. Хорошо. Антисоветский миф, здесь нет какого-то примера, это единый концепт, который просто упростил историю таким образом, что оставил там те противоречия, которые советская власть, например, упразняла. Он говорит о тех же темах, но с другой полярной точки зрения, показывая, скажем, минусы тех же процессов, о которых говорится в положительном советском мифе, например. То есть это абсолютно тоже тематическое направление, но со знаком минус. Но все-таки какой-то пример приведите. Ну, не знаю. Мне кажется, что... Что такое советский миф о перестройке, например? Перестройка начала антисоветский миф. Тут это тот процесс, который сам по себе... Перестройка — это то время, когда Советский Союз, как государственная некая структура, она оценивалась неоднозначно. И, как я уже говорила в докладе, это, например, восприятие Великой Отечественной войны не строго положительно, как только победу, гордость и героизм солдат, но и как ошибки советского командования, и как какие-то просчеты политические. И, например, особенно это обострилось после публикации и после того, как люди узнали об акте Молотова-Риббентропа. Это тоже то, что не замалчивалось, а наоборот актуализировалось и постоянно упоминалось в журналистских материалах. А почему это миф? Потому что это часть исторических событий. То есть это кусочек того, что происходило. Потому что Великое Отечественное — это и героизм, и, собственно, расчеты, которые были. Вместе — это история. По отдельности — это миф. Ага, окей, хорошо, понятно, спасибо. Можно я? Да, очень хорошо. Проблема истории в том, что она не может никак предпендовать на объективность. И по итогу сияния героизма и расчетов не дает истории. Это все так же миф. И мы все так же ходим по этому нарративу. И мы не можем определить, как все-таки миф, получается, миф вокруг нас. И мы просто их трактуем, интерпретируем по-другому. То есть интерпретируем с какой-то идеологической точки зрения или мировоззренческой. То есть это так, да? Да. Ну, вот я уже сказала, значит, сейчас создать такой нарратив, который будет общим, который будет сложнее, чем одна из, один из взглядов идеологических. Что-то, что совместит в себе и то, и другое, это будет сложнее. Но мифы сами по себе, направленные на массовую аудиторию, не могут быть сложными. Спасибо. Я вижу у Виктории вопрос. Да, добрый день. Меня слышно? Да, вас слышно. Я себя не вижу, к сожалению, на экране. Мы вас видим. Большое спасибо за интересный доклад. Но вот у меня тоже есть некоторый вопрос по поводу антисоветского мифа. В частности, о его корнях, которые вы возводите только к перестройке. Но дело в том, что, ну, вот, по крайней мере, сейчас довольно много, по-моему, пишут исследователи тоже про то, что ведь вот эта антисоветская позиция, она была доперестроечная. И в том числе тут нужно говорить и о диссидентах, и в том числе говорить о том, что это часть советского, ну, часть советского, да, в широком смысле. Потому что, например, художники, которыми я занимаюсь, в частности, Георгий Кезевальдер, который издал несколько сборников про 60-е, 70-е, 80-е воспоминания разных художников, очень активно пишет о том, что, собственно, их противо... Ну, вот их антисоветскость, так сказать, то, что они опирались на все такое неоптимистичное, да, какое-то даже, вот, какую-то тематику ужасного затрагивали. Это было связано с тем, что государство как раз настаивало в 70-е, в начале 80-х годов на том, что советское только светлое. То есть это все имеет корни очень сложные и не только перестроечные. Вот у меня вопрос, наверное, тут, почему вы этот, ну, так называемый миф, тоже у меня есть вопрос о том, что значит этот термин, да, вы его помещаете начало только в перестройку. Справедливо, я помещаю начало его в перестройку не столько потому, что он начался вот только лишь в перестроечное время, конечно, нет, а поскольку это стало частью государственной политики гласности. Это было просто официально принятая вещь и в этом смысле разрешенная и проводящаяся в массовых, более массовых масштабах, конечно, если брать иммиграции, если брать и диссидентов, разумеется, все эти черты были. Я говорю именно как о массовом явлении. Понятно, спасибо. По-моему, все. Ну, я имею в виду такой комментарий, что после вашего утверждения, разрешая тем, что поправить советский мир, я для себя сделала вывод, что это двигается наверное по героическому, то есть есть героический мир, а есть его, скажем так, антиклод, а вот мы покажем, что было не героическим. И, в общем-то, они взаимосвязаны. По-моему, можно дать слово. Спасибо большое за вопросы. Господа, присутствует ли Савельев и я в лекарствах Андрей Сергеевич, в зуме. Понимаю, что нет. Хорошо, тогда мы приступаем к следующему докладу, так как докладчики не дошли до нас. Историческая память и перестройки, учителя, современники и глубинное интервью. Кравчугу, Дмитрий, Осипов Евгений или кто-нибудь присутствует? Зубова Анна Николаевна. Да, я здесь. Вы одна будете или с вами ничего? Да, со мной есть еще человек, Евгений Забуга. Все, хорошо, тогда прекрасно. Все, вам снова. Демонстрацию можно включить, да? Итак, добрый день, меня зовут Анна Зубова, я участник проекта исторической памяти и перестройки, учителя, современники и глубинное интервью. Начнем с того, что изучение содержания и формы обращения к прошлому стало популярным междисциплинарным направлением, получившим название Memory Studies. И внутри направления появились самые разные объекты изучения, одним из которых как раз таки является анализ исторической памяти. В России историческая политика изучается по-разному. Малинова рассматривает явления через призму символической политики, а с позиции секьюритизации и преминга, дискурс-анализа Пахалюка, неконституционального подхода Миллера и Копесова и теории Ренты-Фишмана. Несмотря на вариативность исследовательских оптик, общепризванного метода по изучению исторической памяти пока нет. Кроме того, большинство исследований памяти завязаны на изучении исторической политики государств или исторической памяти общества. Соответственно, внимание ученых по большей части обращено именно на объекты макроуровня, в то время как объекты микроуровня остаются в тени. Историческая память регионального уровня или отдельных мелких социальных групп остается в тени, как я уже сказала ранее. И в этой связи цель исследования заключается в генерализации исторической памяти учителей-гуманитарии по перестройке. Объектом исследования является группа учителей истории, в принципе, гуманитарных наук, которые были современниками событий заката Советского Союза. В нашем исследовании речь идет о качественном исследовательском интервью. Речь идет о полуформализованных или полуструктурированных интервью, как говорят социологи. Это значит, что, во-первых, интервью – это исследовательское, по большей части, а не журналистское. А во-вторых, что это неформализованные интервью. Грубо говоря, не нужно было дословно производить вопросы из анкеты, но и неформальные, которые больше похожи на беседу. Также есть различия между экспертным интервью и глубинным. Экспертным называют то, где нужно узнать экспертное мнение человека, а глубинным, где стоит учитывать его личный опыт, а также нередко респонденты обладают собственной экспертностью. Мы с этим сталкивались, когда брали интервью. И как раз-таки интервью позволяет понять, как устроен опыт человека, какого восприятия ситуации, истории и событий, которые нас интересуют. Конечно, интервью не может дать однозначного ответа на вопрос о практиках. Это лучше пользоваться методом этнографии, но это не наш случай. Также интервью не дадут какой-то обобщающей информации, они всегда проводятся с людьми. То есть здесь идет речь о таком субъективном факторе. И в качестве методологической основы исследования мы предлагаем глубинное интервью. В отличие от экспертного, оно позволяет качественно парализировать именно эмоциональный и рефлексивный аспект восприятия перестройки. Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, охватывающих период с 1985 года по август 1991 года. Данный период был взят за основу работы, поскольку именно под этим периодом времени принято принимать перестройку. Вопросы сформулированы так, чтобы респондент сам выразил свое отношение к событию и подчеркнул значимые для него. Интервью также стараются задавать наводящие вопросы, но тем не менее стараются не наводить респондента на конкретные темы. При подборе респондентов исследования мы выделили три важных критерия. Это возраст, место проживания и профессия. В качестве целевой группы были выбраны преподаватели гуманитарных предметов, которым на момент 1985 года было от 18 до 30 лет. Соответственно, также мы решили включить территориальное расположение участников интервью. Респонденты являются жителями трех регионов России – города Москвы, Владимира и Нижнего Новгорода. И данная подборка позволит изучить зависимость степени поддержки перестройки от места проживания респонденту. Такое требование обуславливает следующее важное требование к участникам интервью. Текущее место жительства респондента должно совпадать с местом жительства на момент начала перестройки. Потому что мы считаем, что невыполнение данного критерия может разорвать связь между восприятием перестройки в прошлом и в настоящем, потому что смена места жительства может быть сильным трансформирующим фактором. И профессиональный выбор респондентов обусловлен тем, что преподаватели гуманитарных наук в школах обладают наибольшим потенциалом в проекте своей памяти на большую аудиторию. Теперь перейдем к результатам. Респонденты положительно оценивают приход к власти Михаила Сергеевича Горбачева. И с помощью онлайн-приложения Voyant Tools мы провели дискурс-анализ. И согласно этому анализу на вопрос об ожиданиях от прихода власти Горбачева, наши собеседники чаще всего упоминают такие слова, как ожидание, социализм, самая частая фраза «читал не по бумажке». Помимо этого, собеседники чаще всего вспоминают три явления и события. Это война в Афганистане, политика гласности и съезд народных депутатов. Стоит отметить, что итоги перестройки респонденты описывают одинаково. Учителя не думали, что СССР мог перестать существовать, а также все жалеют, что погибло государство. Некоторые из них называют это геополитической катастрофой, а кто-то на бытовом уровне говорит о потере друзей, семьи. И подводя общий вывод и затрагивая географию респондентов, можно сказать, что оценки Михаила Сергеевича Горбачева, гласности самых ярких событий и итогов перестройки остаются одинаковы, несмотря на место проживания интервьюированных в процессе перестройки. На этом все. Спасибо за внимание. Будем рады ответить на ваши вопросы. У меня есть вопрос, наверное, просто к результатам. Вы узнавали у респондентов, это восприятие распада СССР как негативного события связано больше с какими-то политическими моментами, с экономическими или, может быть, это часть некой ностальгии по своей молодости. Вы знаете, мы отметили такой момент, что очень многие респонденты отмечали тот факт, что вот в принципе приход власти Горбачева, политика властности, это было новое веяние, глоток свободы. Они, конечно, не знали, что это может привести к распаду, но в основном больше указывало на личные причины. То есть, например, интервью, которое брала лично я, там мой респондент, она именно отмечала то, что она раньше проживала на юге Казахстана, и, соответственно, в процессе перестройки государство распалось, и она оказалась отделена. Спасибо. Можно тоже вопрос? А вот вы именно, если попрашивали именно учителей, но в вашем выступлении ни разу не было какой-то памяти перестройки, связанной с изменениями в образовании. И вот хотел бы узнать, может быть, кто-то что-то говорил, кроме того, что война в Афганистане, если страны препятатов, перечерывание формулы, не читали по бумажке. Мы скорее сделали акцент не на образовании, а, в принципе, на каких-то основных культурных событиях. То есть мы спрашивали у них в том числе и какие телепрограммы они запоминали, каких известных личностей. То есть мы больше делали акцент на это. У меня тоже вопрос есть, если позволите. Слушайте, а вот все-таки что вы хотели узнать? Каков был как бы ваш вопрос, ответы на которым стали вот эти результаты? Ну, в первую очередь отношение к событиям перестройки. Ну, потому что на тот момент нашим респондентам они, по сути, были нашими ровесниками в основном. И то, как они воспринимали эти события, это отличалось от памяти прошлого поколения. Поэтому нам было интересно узнать именно с этой точки зрения. Тут еще стоит, наверное, добавить, я как один из соавторов этого доклада, этого проекта, хочется, наверное, отметить то, что для нас, как для, соответственно, соучастников этого проекта, и потому что мы вступали в некое взаимодействие в любом случае с теми людьми, у кого мы брали интервью, что для нас была именно интересна модель восприятия, что зачастую сейчас, когда мы говорим о советской власти как вообще историческом феномене, то мы можем говорить о том, что она по своей сути могла быть преступной, либо там вся система изначально работала неправильно. Но в чем уникальность именно общения с этими людьми, то, что они до последнего, даже когда вот говорили об антисоветском мифе, буквально вот предыдущих докладчик, они продолжали мыслить в рамках этой институциональной модели, что самое интересное. И мы задавали открытые вопросы, даже когда вскрывались разные факты о Советском Союзе, продолжали верить странам, они говорят, да, мы вплоть до ГЧП верили, что страна сохранится. И здесь крайне было интересно, как раз о чем я говорил, спрашивал предыдущий тоже коллега о том, что совмещение личного фактора переживаний и вот того самого нарратива, в котором они всегда воспитывались. И мы пытались вот эту вещь прощупать и отталкиваясь от нее, исследовать их переживания личностные. Здесь смешалась именно и политическая основа, и основа личная, потому что многие респонденты еще отмечали, почему взяли территориальную такую корреляцию. Часть респондентов перестройка прошла ровно, потому что если мы говорим о Нижнем Новгороде, то это был закрытый город военный, который снабжался до последнего хорошо. И часть респондентов говорили, что мы не интересовались до тех пор перестройкой, пока экономическая потановка стала ухудшаться. Мы пытались нащупать эту связь личную и общеполитический контекст. Спасибо. Извиняюсь, Анна, не могли бы вы выключить демонстрацию экрана? Спасибо вам за доклад. И мы переступаем к следующим докладчикам. Получается, нас интересует Козлов Никита. Вот вижу вас. Вы здесь? Да, 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 мы здесь. Спасибо. С коллегой. Вам слово передается. Да, я подключаю демонстрацию экрана. Скажите, пожалуйста, все ли видно? Да, все видно прекрасно. Хорошо, тогда приступаем. Тема нашего исследования – современное российское государство «Во глазах молодежи через призму восприятия 90-х». Сейчас, секунду. Не перелистывается. Если вы не против, мы будем так, почему-то не перелистывается. Да, да, можно так, помните. На этом слайде вы можете посмотреть план презентации, какие аспекты мы осветим в ходе нашего выступления. Говоря об актуальности нашего исследования, в первую очередь необходимо сказать, что во взрослую жизнь вступает то поколение, которое не имеет личного опыта жизни в 90-е. То есть это студенты, например, которые родились в начале нулевых, либо в конце 90-х, и их сознательная жизнь не пришлась именно на эпоху 90-х. Во-вторых, практически отсутствуют свежие исследования по этой теме. Вообще в России много исследований по 90-м, но конкретно среди студентов-респондентов мы не нашли темы последних лет, которые бы затрагивали именно эту категорию респондентов. Третье — это близость парламентских выборов, поскольку наше исследование мы проводили в июне, поэтому это было как раз накануне выборов, и предстоящий трансфер власти в Россию. Цель нашего исследования заключается в том, чтобы определить, как образ 90-х влияет на восприятие текущей политико-экономической ситуации в России среди студенчества. И в связи с поставленной целью мы выдвинули две гипотезы. Первая гипотеза заключается в том, чтобы понять, что российские студенты в основном равнодушны к 90-м, и поэтому регулярное упоминание темы про тот период в официальном дискурсе не может побудить более позитивное отношение к настоящей политико-экономической ситуации в России. Вторая гипотеза — основным источником информации о 90-х являются старшие родственники, поскольку они представляют собой непосредственных свидетелей событий тех лет. Кратко скажем про наши исследования, как оно проводилось. Тут необходимо сказать, что наши исследования носят характер зонтажного, то есть не претендуют на репрезентативность от генеральной выборки. Также у нас было 39 вопросов, 13 из них открыты, чтобы попробовать понять глубже внутренние мотивации студентов. Также сбор ответов проходил через платформу Google Forms, что объясняется тем, что в разных городах проходило исследование. Всего 203 человека приняли участие в нашем опросе. Как мы уже говорили, это российские студенты, и преимущественно города, где больше всего было респондентов, это Краснодар, Москва, Воронеж, Чита и еще несколько других городов. Медианная возраста респондента — 20 лет. Женщины составляли 60%, мужчины — 40%. Здесь представлен обзор литературы, мы его поместили в начале нашей презентации, чтобы продемонстрировать, что наше исследование не является первым, и сохраняется преемственность в изучении этого сюжета. Предлагаю непосредственно перейти к самой нашей презентации, к докладу, и начнем мы с отношения респондентов к современной политике и экономике в Российской Федерации. Как мы получили ответы респондентов, мы видим, что к политической ситуации в целом относятся негативно две трети опрошенных, что в целом меньше, чем к состоянию экономики в современной России. Мы видим из ответов, что к состоянию экономики более скептическое отношение. А также мы решили проверить, насколько жив нарратив среди наших респондентов про российскую стабильность. И, как мы видим, такой популярный власти нарратив, которым часто легитимируют действующее положение вещей в нашей стране, не находят особого отклика среди респондентов, совершенно не согласны 25%, скорее не согласны 30%. То есть больше половины относятся скептически к этому. Далее мы смотрели на источники информации о 90-х. Это очень важно, потому что наши последующие находки во многом объясняются тем, откуда респонденты получали информацию об этом периоде. И, как наглядно показывает эта диаграмма, в первую очередь студенты получают информацию о 90-х от 7. А затем, что было нетривиальной находкой, это фильмы и сериалы, которые рассказывают про 90-е, про ту эпоху. И третье – это интернет-СМИ. Наименее популярным источником информации о 90-х являются друзья. Тут необходимо сказать пару слов о доверии. Семья стала абсолютным лидером как по доверию, так и тем источником, которым пользуются наши респонденты. Второе место – это печатная продукция, что в целом объяснимо, поскольку респонденты – студенты. Они регулярно пользуются печатной продукцией для своих исследований. А третье место – учебное заведение интернет-СМИ. Интересно про аутсайдеров доверия сказать. Телевидение – первое место. Второе место – социальные сети и мессенджеры, хотя они популярны как источник информации, но они не пользуются столь высоким доверием, как другие источники. И друзья здесь тоже не получают сильной поддержки, как по уровню доверия. Мы решили посмотреть, что для студентов 90-е, какой образ складывается в их голове, когда они слышат про эту эпоху. И результат мы решили представить так наглядно. Мы сделали облако ассоциаций. И, как вы видите, в большей степени студенты говорили о бандитизме, о преступности, о бандитах. И эта криминогенная обстановка очень часто волновала наших студентов. И во многом мы объясняем эти ответы тем, что, как мы увидели на предыдущих слайдах про источники информации, многие факты и образ студенты получали именно из фильмов и сериалов. А если мы вспомним фильмы и сериалы, которые существовали про 90-е, там «Брат», «Бригада» и так далее, эти фильмы именно связаны с преступным миром. Поэтому неудивительно, что наши респонденты, когда их просят назвать ассоциацией про 90-е, вспоминают именно бандитизм ОПГ. Также часто наши респонденты говорили про проблемы социально-экономического характера. Это дефолт, приватизация, бедность, кризис, проблемы экономики, что, в принципе, объяснимо, потому что эти проблемы затрагивали большинство российских семей в 90-е годы, а как мы уже упомянули выше, наши респонденты берут информацию и больше всего доверяют семье. Поэтому неудивительно, что социально-экономические проблемы и вопросы занимают второе место по популярности в ответах. И, наконец, третье место по популярности – это были вопросы политического характера. Здесь мы видим Ельцин, распад, свобода, разруха, война, Чечня, но про эти политические аспекты вспоминали гораздо реже. Если говорить более конкретно, вот как состоял образ 90-х из облака слов, то здесь мы видим, как часто студенты называли те или иные явления. Тут важно отметить, что на вопрос, что плохого респонденты знают о 90-х, мы получали гораздо больше ответов, нежели на этом слайде, что хорошего респонденты знают о 90-х. Тут мы видим самое большое – 50, на предыдущем слайде – 99. Про то, что хорошего помнят, мне кажется, надо акцентировать особое внимание, потому что про что плохого во многом мы проговорили на облаке ассоциаций. А что хорошее, в первую очередь здесь выходят именно вопросы политических прав. Это свобода слова, творчество, открытие границ, новые знания, доступное образование, политика – это свободные СМИ, ТВ, демократия, выборы, новое государство. Также многие говорили, что распад СССР – это плюс, что, в принципе, тоже противоречит официальному нарративу о том, что распад СССР – это крупнейшая геополитическая катастрофа XX века. Экономика занимает третье место. Культура. Тут наши респонденты говорят о том, что стала появляться новая музыка, приходить с Запада, фильмы, игры, стал меняться стиль одежды, появилась возможность как-то менять свой образ, чего не было во времена СССР. На этом слайде мы видим ответы респондентов, когда мы спрашивали у них про выражение лихие 90-е, согласны ли вы с таким определением периода, и, как мы видим, что 65% респондентов, да, согласны с этим, много ответили, 25% затрудняясь ответить, и 10% нет. Далее с презентации продолжит мой коллега. Да, я надеюсь, меня слышно. Да? Сереж? Да. Да, хорошо. Все, мы теперь обратимся к вопросу, собственно, взаимосвязи, воспроизводимого сознания студентов мифа о текущей легитимности политико-экономического порядка, ну и, соответственно, образа 90-х, который только что мой коллега повествовал. Вообще легитимность основывается в основном на способности государства удовлетворять социально-экономические и гражданско-политические потребности граждан. Чаще всего именно так в политической науке измеряют легитимность. Соответственно, сложившийся порядок, ну, мы понимаем, многие сопоставляют с прошлым для того, чтобы оценить, как оказываются те или иные, значит, блага доставляются, как реализуются потребности. Многие сравнивают, конечно же, во временном качестве, то есть, стало ли государство, например, эффективнее в сравнении с прошлым днем. Это очень актуально, в принципе, в официальном дискурсе с апелляцией к прошлому. Ну, и также у людей тоже это очень популярно, соответственно, в массовом сознании явление. Следуя за исследованием Левадо-центра от 2020 года, мы спрашивали студентов, по сравнению с тем, что было в 90-е, сейчас стало легче или труднее реализовывать следующие блага, которые здесь вот на слайде указаны. Здесь можно ответить главный вывод, в принципе, из этого всего, пока вы внимательно смотрите, что миф о лихих 90-х вообще, в принципе, не работает так однобоко, как могло бы показаться, потому что политическая ситуация в 90-х воспринимается даже позитивнее. Это вот четко видно на зеленой линии, обозначены эти вопросы с свободой слова, с возможностью критиковать власть. То есть ситуация воспринимается позитивнее, чем в 90-х. Но в то же время в экономическом плане преобладает мнение, скорее всего, что сегодня плохо, а тогда было еще хуже. То есть стало, очевидно, легче реализовывать некоторые социально-экономические потребности, права. Но, тем не менее, в общем-то, как мы ранее отмечали, экономическую ситуацию оценивают крайне негативно. Ну и, соответственно, очевидно, что многие, отвечая на этот вопрос, исходили фактически от обратного, сопоставляя свое настроение к сегодняшней ситуации с образом 90-х, который у них сложился. Можно следующий слайд. В то же время важным фактором легитимности российской политико-экономической системы является готовность или неготовность граждан к структурным реформам этой системы. Здесь мы студентов просили оценить утверждение. Радикальные перемены могут привести к повторению эпохи 90-х. Результаты вы видите в таблице. В зависимости от оценки политической ситуации они, конечно, отличаются. Но в целом мы можем сказать, что какого-то популярного мнения по этому вопросу в массовом сознании у студенчества не сложилось. Одна часть студентов не может допустить, но это около половины возвращения в 90-е ни при каких обстоятельствах. В то же время целая треть это очень существенно подтверждает свои опасения по поводу негативных издержек от серьезных перемен в стране. Здесь, на наш взгляд, именно витальные страхи, которые мой коллега очень хорошо описал в предыдущей части, представляют такое препятствие на пути ожидаемых изменений. Это вот к вопросу о том, что свободы и новые возможности, о которых чаще всего как положительных сторонах в 90-х говорили, очевидно, показывают нам сложившийся запрос на сегодняшний день, поскольку явно мнение формируется от противного, то есть от того, что есть сегодня, поскольку наши студенты преимущественно в 90-х не жили, ну и, соответственно, тем более их никак не помнят, только знают по различным источникам, которые мы уже обсудили. Можно следующий слайд. Мы также воспользовались корреляционным анализом, чтобы нащупать возможные закономерности, проверить выдвинутые предположения. Ну так, например, считают положение дела в России стабильным чаще те, кто позитивно оценивает как политику, так и экономику. Но также считают, что стало легче сейчас получать основные как политические, так и экономические блага. Это вот в табличке, в принципе, К по показателям корреляции можно заметить. Ну, соответственно, здесь вполне себе очевидно, что термин стабильность все равно воспринимается так или иначе скорее, можно сказать, позитивно, поскольку говорят, что стабильности нет. Те, кто считают преимущественно, что сейчас ситуация негативная в политике и в экономике страны. Ну, отсюда мы также узнаем очень важный, на мой взгляд, момент, что те, кто считает, что в 90-е могут, в принципе, повториться, они реже следят за политикой в стране. Мы также этот вопрос нашим респондентам задавали, с какой, как часто они следят за актуальной ситуацией. Можно следующий слайд. Центральное место в российской политике занимает, понятно, президент. Ввиду высокой персонификации власти, легитимность системы во многом будет держаться на легитимности лидера, поэтому мы здесь спрашивали студентов, деятельность какого из президентов вы одобряете в большей степени. Помимо того, что лидер из 90-х оказался самым непопулярным, что в очередной раз говорит об отношении к периоду, половина всех опрошенных выбрала действующего президента. Как мы это можем объяснить? В принципе, в психологии здесь можно объяснить некой аттракции, так скажем, восприятия, то есть некой симпатии, которая так или иначе присутствует, может быть, которая, на наш взгляд, сознательно не фиксируется. И мы можем сказать, что сегодняшние студенты родились и выросли в период президентства Путина, соответственно, заслуги предыдущих президентов, в принципе, оценивать им тяжело, поэтому они выбирают наиболее знакомый вариант, который, в принципе, у них может быть рационально оценивается негативно, но так или иначе, как показатель того, что есть какая-то безальтернативность, которая фактически существует, ну вот она является фактически, эта безальтернативность, которую мы фиксируем, важным фактором как раз легитимности существующего порядка. Можно следующий слайд, чуть больше для того, чтобы сделать финальный выловок нам даст экспресс-анализ социальных эмоций среди опрошенных студентов по шкале Лайкерта. Мы просили оценить, в какой степени они испытывают эмоции в отношении 90-х и современной ситуации в стране. Ну, каждую из эмоций, которые представлены на слайде. Подтверждая часть нашей гипотезы, мы видим, что в 90-е не вызывают никаких эмоций, помимо интереса фактически, только тревогу испытывают около трети. В отношении же текущих дел, следующий слайд, да, эмоции куда интенсивнее, чаще это негативные эмоции, раздражение, тревогу, которые вместе, на наш взгляд, как достаточно пассивные эмоции, ну, вызывают такое, можно сказать, пассивное недовольство, тревогу по отношению к будущему, фактически, сегодняшней ситуации. Можно следующий слайд. В то же время, если эмоции к сегодняшней ситуации коррелируют с некоторыми когнитивными установками респондентов, о которых мы уже говорили, то эмоции в отношении к девяностым, в частности, тревога, никак не связаны с какими-либо из установок. Так можно сказать, что наличие или отсутствие переживаний в отношении именно девяностых не объясняет никак легитимность текущего порядка. Но некоторые эмоции могут быть связаны друг с другом на уровне тенденции. Это нужно еще проверять в дальнейших исследованиях на большей выборке. Соответственно, пока что мы можем ответить, что, например, несколько больше гордость к сегодняшней России испытывают те, кто, например, ощущал гнев, ощущает гнев в отношении девяностых. Тревога к девяностым встречается как у тех, кто переживает надежду, так и гордость к событиям в современной России. Но это кажется логичным. Чем больше у человека, соответственно, заботят какие-то проблемы, связываются с личным каким-то опытом, который у людей есть, передается им в социальной памяти, тем больше они, соответственно, будут поистине позитивно наценивать действующую ситуацию. Потому что сейчас у них каких-то тех проблем нет, например. Или те проблемы, те потребности, которые никак в 90-х не реализовывались, что важно для этих респондентов, они сейчас в той или иной мере имеют место, то есть решаются. Это больше всего, наверное, можно отметить это в таком символическом поле, скорее, успехи нынешнего руководства, оцениваются позитивнее. Ну и переходя к выводам, скажем, что, опять же-таки, семья – основной источник от 90-х, при этом фильмы, сериалы также играют значимую роль. Образ 90-х среди опрошенных студентов образует фактически два основных таких столпа. Это криминальная угроза и крайне низкий уровень жизни. Это вот набравшие фактически 50% ответов эти две темы упоминались. Большинство опрошенных негативно оценивают период 90-х, но лишь 15 или около 15-30% переживают негативные эмоции. То есть мы видим, что действительно никакого эмоционального фона, несмотря на вот этот стереотипизированный образ 90-х, фактически нет. Эти респонденты, которые переживают все-таки негативные эмоции, несколько чаще отмечают чувство гордости и радости в отношении настоящего положения дела в стране. В экономическом плане 90-е представляются респонденты хуже сегодняшнего дня, но более свободная открытая политика видится им именно тогда. Здесь опять, конечно, небезусловные показатели, достаточно поляризованные мнения на этот счет, но так или иначе мы можем сделать вывод, что для большинства все-таки есть запрос на свободу и новые возможности, которые есть порядка трети опрошенных, они отмечали их в ответах, есть в образе 90-х, то есть вот эти свободы. Ну и треть опрошенных отмечает риск повторения 90-х, при том, что более половины респондентов не считают нынешнюю ситуацию в России стабильной, объясняя ее застоем и необходимостью изменений. Это прямо мы получали в ответах, потому что мы задавали вопросы, может быть, закрытого характера, но потом обязательно просили объяснить, почему. Из этого мы, конечно, очень большую базу империки собрали, и, соответственно, можем ее презентовать и вложить в наш анализ. Ну и последний слайд по нашей гипотезе миф о 90-х не работает для студенческой молодежи, поскольку упоминание данного периода не создает эмоционального отклика, который бы побуждал одобрительное настроение к настоящему положению дел. Действительно, большинство прошлых не испытывают ни позитивных, ни отрицательных эмоций к событиям 90-х. И в отличие от эмоций к современной ситуации в стране, наличие все-таки этих эмоций по отношению к 90-м никак не связано в корреляции, по крайней мере, никаких не установлено с оценками респондентами актуальной политической ситуации, состояния экономики, с ответами на вопросы о стабильности или возможности повторения 90-х. Здесь абсолютно разные мнения, разные, видимо, позиции, причины, почему люди дают те или иные ответы. То есть безэмоциональность или эмоциональность в данном случае никак не влияет на легитимность российского государства. Таким образом, мы делаем главный вывод, что витальные страхи из 90-х, становящиеся препятствием для таких ожидаемых изменений, являются наиболее сильной составляющей исследуемой НИФа. Однако следует признать, что эти страхи не имеют сильной эмоциональной окраски, а потому, видимо, на наш взгляд, работают не как реакция на звук от 90-х представителей власти, когда те или иные заявления делаются, сегодня это особенно часто можно слышать, но скорее как рациональная установка усвоена на уровне, переданной молодому поколению от старших родственников социальной памяти. Можно следующий слайд, здесь мы перечислили литературу, источники, которыми мы пользовались, ну и в принципе, это все, что мы хотели вам рассказать. Будем готовы с радостью ответить на ваши вопросы. Спасибо. У меня есть вопросы. Меня заинтересовала слайд, там, где у вас диаграмма, сколько процентов студентов согласны с тем, что 90-е это лихие 90-е. И вот из них 10% говорят, что нет, мы не согласны. Вот мне стало просто очень вопытно, вот почему они не согласны. То есть спрашивали ли вы о том, а что они думают в 90-е, или почему они не согласны с тем, что 90-е это лихие 90-е. Да, спасибо за вопрос. У нас потом после этого вопроса был открытый, чтобы студенты рассказали, почему сделали именно этот выбор. В ответах писали, что сегодня 90-е используется как миф, чтобы скрасить, чтобы наоборот в выгодном цвете на дихотомии описать сегодняшнее состояние дел, поэтому студенты выступают именно против однобокой трактовки 90-х, и они выбирали вариант нет, что не согласны, что нельзя так однобоко смотреть на историю, там было ли что-то хорошее, что-то и плохое. Выступали более за такой подход, который будет учитывать все стороны прошедшего периода. Да, я, если позволите, добавлю здесь, что все-таки 10% ответов это очень небольшая часть, и там на самом деле нельзя выявить какого-то единого тренда, вот один из вариантов коллега назвал, но там еще были варианты, что родители говорят, что хорошо жилось в 90-е, и очень популярное мнение, что просто от противного, что вот тогда было много свободы, плюрализм, и, соответственно, вот этого сейчас нет, это людей, вот эти люди, некоторая часть из них, которые отвечали здесь, соответственно, нет, говорят о том, что наоборот, тогда вот были вот эти свободы, и это вот, видимо, для этой аудитории очень важно, поэтому они как раз отвечали здесь, нет, не соглашались с такой категорически отрицательным образом, который 90-ым приписывается сегодня, на самом деле оценки были разные. А можно сказать, что 10% это критические и музыщие студенты или более физические и музыщие? Мне представляется, что нет, потому что они есть образ негативный 90-х и среди той категории, которая говорила, что, например, и сегодня все плохо, то есть это не обязательно люди, которые относятся, стоят в оппозиции к сегодняшнему положению вещей, и поэтому они очень позитивно смотрят на 90-е. Нет, много респондентов, которые отвечали, что и тогда было не очень в каких-то сферах и сегодня не очень. То есть такую корреляцию сложно провести. Да, и на самом деле, если мы посмотрим на некоторые другие вопросы, в принципе, на вот как оценивают 90-е, вот что положительного люди отмечают о 90-х, если, Сереж, вернешь выше чуть-чуть слайд, например, то там, да, то там видно как раз, что на самом деле больше таких ответов, больше, чем 10%, которые подчеркивали новые возможности, что можно было, значит, путешествовать много, новая вот культура пришла. И на самом деле здесь сложно сказать, что это вот исключительно такие критические мыслящие люди в отношении там сегодняшних вещей, и даже это видно из вопросов о современности. Там, в принципе, существует такой негативный образ, который развивается активно. Соответственно, выделить на самом деле конкретно вот какой-то процент людей, которые негативно относятся, и при этом они такие критические мыслящие с расстановкой, да, у нас были такие, которые, ну, мне кажется, достаточно взвешенные ответы, таких было, сказать, что очень много, ну, которые прям видно, это у нас чаще были студенты, которые из социальных наук, у нас были некоторые, несколько и социологов, и политологов, и вот там были ответы про то, что, ну, в принципе, 90-е в каком-то роде какие-то базовые черты были ответы, например, про то, что российский авторитаризм, он уже стал получать развитие в 90-х, что абсолютно справедливо, такие ответы были, таких было немного. Чаще, конечно, свойственно вот эта вот позиция в каком-то роде противопоставлять, и по экономическим вопросам противопоставлять, вот в 2000-е, типа, все стало хорошо, в 90-е было хуже, а в политическом плане, вот наоборот, в 90-е там были свободы, сейчас этого нет. Это чаще, да, действительно, но есть и ответы некоторые, которые такие, действительно, взвешенные. Спасибо. А можно четвертый вопрос? Истинник? Да, по-каку. Я поняла, что наиболее представление студентов в 90-х получают благодаря общению с семьей, там, родителями, но у вас на втором месте по популярности доверие и получение информации о 90-х это печатные издания. И вот интересно, какой-то тоже крайориционный анализ между тем, что читают студенты, чему они доверяют, и тем, какое в итоге отношение они повернут о 90-х. Соответственно, преобладает, ну, скажем, негативное отношение в 90-х. Так вот интересно, что читают эти студенты, как это влияет на их представление о 90-х. Может быть, это, конечно, не было целью анализа, но просто, может быть, кто-то что-то писал вообще. То есть, что это за печатан с ним? Да, спасибо. Да, спасибо за вопрос. Действительно, это не было целью анализа, но многие респонденты, когда отвечали на вопрос про доверие, делились своими произведениями, которыми они пользуются, просто чтобы подкрепить свой ответ. В первую очередь писали такие общие слова, это книги по истории, не конкретизируя. Некоторые упоминали, насколько я помню, работы Гайдара, что они читали, и школьную программу, либо программу в университете. Ну и последнее. В общем, я так понимаю, что вот отношения студентов повлируют на основе представлений. Да, значит, сидя фильмы чатная продукция. Вы, как бы, так сказать, изучались, ли вот их именно анализируют ли они сами что-то значение 90? То есть, я не знаю, как правильно задать вопрос, то есть представление у них есть, скажем так, на основе чужих слов. А проводили ли сами анализ именно или думали они о тем, в чем значение 90? То есть, вот да, 90 летхи, 90 это свобода, 90 это преступность, это у вас слайд с тегами, но, а вот 90 это переход, вот не знаю, от СССР к, не знаю, демократии. И вот в каком-то таком духе было и размышление, что 90 это время построения личных информ. Да, такие были ответы, но тут еще надо сказать один важный момент, который часто проскакивал, что образ 90-х не попадает часто в хронологические рамки именно этого десятилетия, то есть, у некоторых респондентов 90-е начались еще в конце 80-х и в начале нулевых тоже попадаются, поэтому тут тоже важно помнить момент. Я, да, я вот поясню поподробнее этот вопрос, действительно, мы задавали вопрос не только, что хорошего они и что плохого знают, и что они знают, но задавали, как вы считаете, что хорошего, что плохого принес период 90-х для России. На самом деле, там были достаточно схожие ответы, которые можно тематически объединить в те, которые представлены вот на этих слайдах, да, с табличками, но могу сказать, что, например, вопрос, что хорошего именно для 90-х и России принес граждан, у меня есть схемы, которые мы не включили в презентацию, соответственно, там действительно 32 упоминания, ну, учитывая, у нас 200 с лишним ответов было, 32 упоминания, говорили капитализм, новые товары, рыночные отношения, много разной продукции, ну, то есть, действительно, вот это вот в экономическом плане, есть вот это понимание, да, что переход от одной фактической формации в другой, он произошел, соответственно, есть также про распад СССР тоже, тут интересно, что в шести ответах было, например, про то, что новая страна, это как те, которые что хорошего принес в период, новая страна и распад СССР, это люди отмечали, но надо сказать, что мы спрашивали, что плохого принес там, например, сейчас скажу, там распад СССР и потеря идеологии, еще очень многие писали вообще о какой-то цели, существование больше, ответов 11, например, упоминалось, как негативные последствия, то есть, мнение здесь, опять же-таки, достаточно, ну, вот в таких вот отдельных аспектах разные, и именно что плохого принес в период 90-х, то тут удивительно, на мой взгляд, достаточно, что, вот, например, тут понятно, криминал тоже и социально-экономический кризис были, также несколько, вот 23 упоминания было про аморальные ценности, например, плохая культура, 22 писали про то, что это травмы, это вот недоверие там у людей складывались, предрассудки определенные появились, которые мешают сегодня, 20 ответов там про олигархов было, еще 20 про Путина, про режим, и вот удивительно, что среди, для меня, по крайней мере, что ответов, которые, что плохого принес период для России 90-х, только 12 упоминали капитализм, расслоение, приватизацию сюда же можно отнести, то есть, в принципе, на самом деле, вот такого негативного отношения, ну, именно справедливости экономической модели, которая, фактически, зародилась в 90-е и сейчас продолжается, ну, там, как бы, удивительно, немного ответов, то есть, вот эта вот, казалось бы, популярность левой идеи, она как-то вот на наших ответах не очень сильно отразилась, потому что, на самом деле, вот капитализм, как отрицательный компонент, да, и расслоение, и неравенство, вот это вот все сюда мы выносили, только 12 раз из 200 с лишним ответов было, так что вот это вот меня лично удивило, что касается этой стороны значения. У меня вопрос есть еще такой, слушайте, а что вы знаете про студентов, которых вы опрашивали, то есть, собственно говоря, какое социальное расслоение, в частности, среди них, и, собственно, если, основным источником для них является, ну, во многом является информация от родственников, то, собственно, какое социальное расслоение этих родственников, то есть, например, сколько опрошенных вашим студентам учатся на бюджете, а сколько на коммерции, собственно, чем они отличаются друг от друга, и, если вы это знаете, то как коррелируют ли как-то их ответы с, собственно, тем, что собой эти студенты сейчас собой представляют именно в социальном плане? Да, мы задавали эти вопросы про экономическое положение, про образование. Сейчас, секунду. А, да, вот, отвечая на вопросы о трудоустройстве, ответы респондентов были поделены практически порно, но 54% не работали на момент прохождения опроса, 46% работали. Материальное положение, 43% респондентов назвали его средним, 22% выбрали скорее хорошим, и хорошим выбрали почти 18%. Плюс у нас еще был большой крен в сторону бакалавриата, если мы говорим про образование. Никита, не помню, сейчас какое там количество было, но их было очень сильно больше, там процентов под 70 специалитет и третий метод литература. Около 20 лет тем, кто отвечали, средний прям такой. Было несколько людей прям постарше, там 26 лет даже, они студенты, учились, так что, ну а так в основном, да. Ну, в принципе, ты все сказал, мы подробнее, пожалуй, ничего добавить здесь не могу. Но тогда каким-то образом есть корреляция между вариантами отношения к 90-м и, собственно, этим вот как бы социальным статусом и, собственно говоря, социальным положением самих студентов. На самом деле... Да. Можно ли сказать, что там, не знаю, более бедные относятся одним образом, более благополучные другим образом и так далее? Или это не коррелирует никак? В отдельных аспектах мы не разбирали конкретно вот с качественным материалом, то есть с развернутыми, открытыми вопросами. какие там давались ответы и, соответственно, с положением вещей мы не успели вот это все обработать так подробно. А что касается именно вот вопроса про экономическое положение, там значимы никакой корреляции. Именно вот где мы спрашивали оцените уровень положения вашей семьи, там вот это вот среднее, хорошее. Да, мы задавали как раз так. Там ничего такого мы не нашли. Окей, спасибо. Во-первых, спасибо за доклад. У меня тоже вопрос по поводу респондентов. Связывали ли вы территориальное расположение этих студентов с тем, какие ответы они давали? Есть гипотеза, что чем дальше от каких-то крупных центров образовательных, тем хуже отношение будет к 90-м просто в причине того, что это будет основа на воспоминания семьи гораздо больше процентов, чем у студентов, которые вы опрашивали. Да, мы думали про этот момент, когда запускали исследование, как нужно ли проверять между городами, которые у нас были в основном первое место Краснодар, потом Москва, Воронеж, Чита. Но мы решили не заострять внимание именно на географической разнице, потому что в первую очередь мы концентрировались именно на том, что эти респонденты являются студентами на данный момент. Это для нас было главным показателем того, что мы пытаемся изучить. Да, и могу еще добавить, что действительно по анализу именно ответов мы можем сделать вывод, что предположить, по крайней мере, потому что это мы специально не проверяли, но нам так это заметилось в процессе анализа ответов, что люди, например, которые из Краснодара давали более стереотипизированные ответы, то есть там было меньше по сравнению с респондентами из московских вузов о каких-то более критически нетипичных ответах. Больше было вполне себе обыденного мнения такого, и на самом деле больше было и тех, кто в принципе с одобрением смотрит на действующую ситуацию в стране, там всего таких у нас было, если не ошибаюсь, около 19% политическую ситуацию, кто положительно оценивает. Вот существенная часть из них были, например, из Краснодара, точно по остальным не могу сказать, но вот в Краснодаре может быть здесь конечно играет специфика того, какие учебные заведения рассматривали здесь, опять же мы подмечаем, что у нас сандажные исследования, и по идее для более высокого качества вот ответы на данный вопрос, например, нам нужно было делать более равный выбор, например, по различным учебным заведениям, поскольку, если я не ошибаюсь, в Краснодаре два или три только бы, вот у нас там не треть, но четверть, наверное, четверть до выборки, может быть, даже побольше вот как раз из Краснодара, но там как бы два-три учебных заведения. Для большей репрезентативности, соответственно, вот ответы уже на такие вопросы, конечно, нужно делать более равные пропорции, квоты определенные предусматривать, этого у нас как такового не было. И тогда у меня последний вопрос. Во время опроса, собственно, вы сталкивались с таким понятием, как, условно, уже ностальгия, когда люди, которые не жили и не знают 90-х, помнят и ностальгируют о них с точки зрения массовой культуры, моды, фильмов, стилизации под 90-е, сейчас это довольно популярно. Да, действительно, такие ответы были. И вот, например, если мы посмотрим про социальные эмоции в отношении к 90-м, то, как мы видим, очень высокий уровень интереса, и во многом это как раз объясняется тем, что людям было интересно посмотреть на тот образ 90-х, конца 80-х, когда стали приходить новые вещи из западных стран, когда появился рынок, люди стали выделяться, не ходить во всем однотипном, когда появилась возможность как-то выделиться, и в этот момент у людей, правда, появляется возможность поностальгировать, и тем более это связано еще от родителей, насколько, как мы говорили, родители являются семья основным источником информации, для многих родителей это время их молодости, время, когда они строили семьи, женились, и поэтому какой-то ностальгический компонент присутствует, и тем более это вот про литературу, медиатизацию памяти, что такой официальный нарратив не может полностью вытеснить личное отношение респондентов к этому периоду, то, что они сами помнят, то, что помнят их родители, и им передавали. Спасибо. Там вот табличку можно открыть, у нас там как раз что хорошего помнят, знают о 90-х, там, по-моему, третья по теме, по количеству упоминаний, как раз была культура, мы ее так выделили в отдельную тему, там очень много писали о моде, там что-то там малиновые пиджаки, там было вот это все, «Брат и бригада», значит, произведение кинематографа, очень-очень популярный, прям вот была такая ностальгия, и была на самом деле часть ответов про некую такую новую этику из 90-х, даже страшно говорить, были ответы про там вот тюремную какую-то этику, вот эта вот культура тоже, ну, до 10 ответов тоже там вот было, где вот прям вот именно вот этот вот образ такого бандитизма вызывает какую-то даже позитивную черту, было такое, не массово, конечно, но такое было. Благодарю вас за ваш доклад, и мы приступаем к последнему докладчику, у нас будет очно, поэтому, Владислав, думаю, мы готовы, нам нужна презентация, значит, нет, все время для кого-то. Хорошо, так, чуть-чуть подвинем, чтобы вас видно было. Да нет, самое главное, чтобы вы слышали. Честно, может быть, давайте, все, на поле. Так, тема доклада области Михаила Сергеевича Горбачева в медиапространстве России. Образ последнего генерального секретаря поэссоциировал и последнего президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева был и будет оставаться неоднозначным и противоречивым массам сознания российских граждан. Поистине, Горбачев, человек с недоверной достигательностью, пытался быть ближе к народу. Дрянутая им перестройка была, по его словам, цитируя, обращена к людям. Ее целью было раскрепостить человека, сделать его хозяином своей страны. Конец статуса. Однако, для многих граждан России его масштабный генетический проект обернулся для страны плачевными последствиями. Если еще на первом этапе перестройки общественное мнение поддерживало Горбачева и инициируемые им реформы, то уже к 1991 году из-за социально-экономических потрясений одобрительный запал по отношению к перестройке и к Горбачеву в частности стал утихать, пока стремительно не достиг своего критического негативного значения к середине 90-х годов 20-го века. Тем не менее, постепенно нормализация жизни граждан в 2000-е годы не привела к серьезным изменениям в их представлении о Горбачевской ипоне. Исходя из имеющихся данных с 2000-х по 2015-е годы, отношение к последним государствам коррелирует с отношением перестройки, оценками ее итогов, конец статуса. И даже на сегодняшний день такая конденция все еще сохраняется. Таким образом, мы прекрасно видим, что в общественном сознании, памяти перестройки и ее главного социальности Горбачеве достаточно негативно, но на федеральных каналах и русскоязычных постингах разворачивается совершенно иная ситуация. На федеральных каналах российского телевидения вышло немало дополнительных фильмов, повествующих о непростой эпохе перестройки и омень Сергеевич Горбачеве. Композиция каждого фильма практически одинаковая. Вначале идет пересказ биографии последнего агентства и той непростой ситуации царившей в СССР ко времени его приходу на алинии советской власти. Мы же рассмотрим два фильма. Первый это «Он пришел дать нам волю» 2010 года Леонидов Парфенова и второй фильм Михаил Горбачев первый и последний 2021 года Леонидов Сергея Пракова. В обоих фильмах бывший президент СССР представляется как молодой амбициозный лидер с довольно практической жизненной и политической судьбой. По существу все фильмы федеральных каналов это своего рода процесс реабилитации Горбачева в первую очередь как личности и уже потом как политика. В первом случае последний Голос Советского государства позиционируется как человек миролюбивый радеющий за судьбу своего народа. И в период политического кризиса в конец перестройки Горбачев не пошел на крайние меры и направил против людей гул автоматов дабы восстановить полный контроль над страной. И словами Горбачева в этих фильмах подчеркнут, что он не хотел троги, не хотел гражданской войны. Это, а также настоящая бескорисная и заботливая любовь между ним и Рейс 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 Горбачевой должны были вызвать сочувствие и снисходительность отзлобленного на него зрителя. Особенно реабилитация его как личности и честного политика подлядывается в фильме Парфенова. Стараясь вызвать уважение у зрителей ведущих, говорит следующим образом, цитирует. Под конец Горбачева как только не поносил. И после года ожидался поток заплачений, ведь отставка застала врасплох, следов не успели изместить. А нечего оказалось предъявить. Ни банковских счетов, ни бизнеса на золоте по акции, неудвижность. В втором случае мотив реабилитации его как политика подбирается в фильме Горбачев, первый и последний. Там неоднократно подчеркивалось, что и на развал Советства Союза за страшные годы 90-х лежат не только на плечах самого Горбачева, но и на других кукуляетских странах. В частности заметный упор делается на Борис Николаевича Ельцин. Также его реабилитация как политика в фильме Ленда Парфенова и подносит на губном ключе и довольно забавно, стоя на фоне места, которое невозможно было бы представить рядовому человеку советского времени на фоне Капарта. Ведущий явно намекаем советское прошлое задает выходящим из магазина один и тот же вопрос. Цитирую, «Однопартийность ведет рано или поздно к одноколбасности». И ответами самих разум Парфенов подверждал ранее высказан в фильме «Мысль» о том, что Михаил Зареев Горбачев «Как политик перестройки выиграл». То есть идея сводила к тому, что перестройка в итоге достигла своих целей, пусть и не сразу, а со временем, через трудности, но, как говорил сам Михаил Сергеевич, процесс пошел и благодаря именно благодаря Горбачеву и его соратникам, пятинаручникам, сейчас мы можем наблюдать плоды их трудов на данный момент. В то же время авторы не отрицают просчетов и промахов делал Михаил Сергеевич на посту главы государства. Например, в противовес словам экс-президента о том, что он хотел сохранить социализм в стране, Парфенов приводит очень точную мысль. Цитирую. «Кану тысячелетия Руси генераль китайцы КПЦ с Михаилом Горбачев в Большом Крымевском фанце обсуждают дату с тогдашним патриархом Кименом и членами Синодов. Такое в атеистическом государстве впервые, значит, справляющие были будут официальны. Тогда же принимается закон о кооперации, начинается восстановление частной собственности. Но какая это социалистическая держава, если она сама отказывается от своей монополии и на дух, и на материю? В фильме Михаил Горбачев первый и последний и тут же мыслит и подносит аллегоричный. Ведущий этого фильма Сергей Медведев говорит, цитирует, «В свое время Микрил Сергеевич из помощника комбайнера так и не стал комбайнером, ушел во власть. Зато с тех времен твердо усвоил двойной принцип работы комбайна. Он и косит, он и молит. Но вот в политике этот двойной принцип не работал. Перестроечная МССА оказалась невозможна быть одновременно и президентом демократа, однозначно в двух фильмах не дается четкая позиция авторов на то, что бы снизить первый президент СССР за свою попытку привести страну к переменам. И все преподносится зрителям на самом деле в метальном ключе и на личность каждого зрителя и на суд истории. Хотя в то же время они стараются снизить грант в негативах и его стороны. Отношение зарубежного сообщества к Горбачеву приказ демонстрирует в фильм «Встреча с Горбачевым» 2008-2018 года двух режиссеров Андрея Сигнера и Вернера Херцера. Последним вступая в качестве ведущего, в начале фильмов дает свою оценку Горбачеву. Он называет его одним из величайших лидеров 20-го века. Следуя логике фильма «Величайшим», Горбачев стал благодаря тому, что он пытался спасти мир лидерной угрозы, он виницинировал политику разоружения. И Херцер, взяв интервью высокопоставленных в США того времени, Хорбачев, Терчика, Джорджа Шульца, Джеймса Бейкера, их устами доносит практически самую главную мысль своего фильма. Мир вновь находится на грани новой конки вооружения, и нужно обратиться к опыту предыдущей конки, то есть ко времени господства нового политического мышления года перестройки. Сам Михаил Сергеевич представляется как миролюбивый политик, как пример, на котором сегодня мировому сообществу и лидерам стран необходимо равняться. В целом можно заметить, что режиссер и режиссер фильма своими рассуждениями и мыслями и логами очень сильно перекликаются с работой американского историка Уильяма Уэна. Его монография под названием «Горбачев и его жизнь и время» имеется схожая трактовку образа последнего руководителя СЭП. Он представит книги в образе дворца великого и правильного дела, реализации которого были хорошие и оправлены все средства. На постсоветском пространстве образ Николая Сергеевича подсеркнул изменения. И в данном случае нами было рассмотрено интервью Корбачева с известным гурналистом Вимикой Гордовым. В его программе в гостях у Дмитрия Гордова совершенно прозрачно показано, с каким благодарением украинский журналист относится к Михаилу Сергеевичу. В начале своего интервью 2010 года он называет его «батикой украинской незалежности», так как именно благодаря ему бывшая украинская СССР получила свою независимость от Советского Центра и смогла двигаться по своему пути государственного развития. По существу эта идея красный Вимик пронизывает всю интервью с Горбачевым, хотя на самом деле самой интервью изначально «Афоне» интервью было посвящен частным вопросам жизни и политической деятельности последнего главы СССР. И Гордон по факту старается использовать образ Горбачева и его приверженность к идеалам демократии, чтобы политически опорочить перезрительный благ нынешнего российского государства. Однако всем этим попыткам Горбачев сопротивляется и уверенно подбегает свою независимую позицию. Интервью заканчивается на сравнении Горбачева и Литва, словно отсылая к замыслям перестройки как возвращение к ледственным идеалам Великого октября. И в конечном итоге интервью Горбачев представляется зрителем исключительно положительной стороны, как ответственный, честный, демократический политик и интересный человек. Ну и в конец совершенно и дальше ситуация разворачивая фильмов либерального толка. И в данном случае показателем будут два ролика. Это перестройка европы истории завтра Сергея Минаева и история распадных СССР и роль Митрия Горбачева производства Максима Касси. В фильме Минаева оценка перестройки преподносит довольно однобоко, так как рассказывая словно голоком по Европе об основных событиях в той поры и основной акцент в ролике стать земля политические и экономические реформы ана культурную революцию. Автор играет на чувствах и эмоциях зрителей, апеллируя к тому, что близко и понятно человек в условиях быта и жизни советского населения. В данном контексте ведущий использует довольно жесткую риторику по отношению к предшествующей Горбачевской перестройке эпохи, чтобы показать всю цитированную неоднократно употреблявшую им слово чудовищность того времени, которое не сопоставило с тем, как устроена повседневная статистик граждан теория. Одновременно с этим он указывает положительные черты перестроечного времени. Это отмена виз, выход из подпольного групп, появление смело для того времени новостных программ как прожектов перестройки и взгляд. И такими приемами Минаев старается подвести зрителей на мысль о том, что эта культурная суббота была доступна советским гражданам только в году перестройки. Сам же ролик заканчивается словами приглашенного гостя Александра Любимова. Я напомню, это журналист 1908 года, он ведущий программу взгляд. И оканчивается следующими словами и цитируем. Выдающийся деятель это человек, который просто перевернул вообще весь мир. И понятно, что откат произошел в этих времен, но все равно уровень страха, недоверия, напряженности он уже не такой. В свою очередь, в фильме Максима Катса, я напомню, это история распады ироника Горбачева, зрителю также преподносится огромный объем информации о перестройке, однако в нем автор не скрывается с симпатией к Горбачеву, и в данном случае он выражается следующим образом, цитирую, «Мы должны поблагодарить Горбачева за то, что он не стал пытаться сохранить СССР и любой ценой, не стал пытаться сохранить СССР любой ценой, что могло привести просто к чудовищным последствиям и огромным взятамам». До конца фильма Максим Катс представляет образ Михаила Сергеевича крайне позитивным, ключи используя при этом его образ противовес политики Владимира Дмитриевича Путина. Автор недовольно отзываясь о поправках Конституции РФ, дающие право нынешнему президенту избираться на этот пост вновь, задается вопрос, цитирую, «Понадобятся они после такого управления новое перестройки?» Конец статуса. Ответ на него является заключительной слова фильма Изуса Нового Горбачева, цитирую, «Моя победа заключается в том, что я покинул власть». В целом оба фильма очень субъективны и представляют из себя инструмент политической пропаганды. Таким образом, подводя итог всего вышесказанного, единое мнение о Горбачеве в медиапространстве не сложилось. Его образ, исходя из постами, авторами и режиссерами, задачи под влиянием социально-политической конъюнктуры претерпевала различные экономики. для одних представляется как грамотный дипломат, для других предотвращение настоящей демократии, для третьих человек неоднозначный, но искренне пытавшийся реформировать страну и привести его к светому будущему. Однако, ни один фильм не смог перевернуть сознание большинства зрителей, и для многих граждан по сей день он представляется как человек, погубивший страну и судьбой многих своих сограждан. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть вопрос? Буду рад вам. Вопрос? Да. Вот даже не знаю вопрос. Вот смотрите, вы сделали анализ того, образ Габачева в СМИ, точнее не СМИ, а в фильмах. Да. Вот у меня такое ощущение, что Барис Ельцин думер, но он до сих пор живет, потому что очень активно его обсуждают и анализируют в отличных компликациях. А вот Габачев жив, но он как бы не существует особо в инфляционном пространстве, хотя его приглашают на радио, там, я вижу в Инстаграме какие-то фотографии с ним, что-нибудь с ним обсуждать, но он как будто бы актер одной роли, он сыграл свою роль и как бы ушел, и его как бы нет. И вот мне интересно, у меня вот ощущение, что Габачева если брать так массированно, вообще равнодушие, что он есть, что его нет. А вот Клейхин, например, вот есть неравнодушие. Вот почему он как-то не существует в инфляционном поле? Это вот, я ничем не вставляю свои слова, только собственным решением. Ну, спасибо за вопрос. Во-первых, во всех этих фильмах, а в них присутствуют естественно вставки из интервью или в личном интервью с Амией Горбачевым. И, по сути дела, вся миссия Горбачева уже после распада СССР сводилась к тому, что он пытается себя оправдать. В первую очередь, раз в раз в каждом фильме подтверждается одна и фраза, что он не хотел крови, он не хотел в гражданской войне, он поступил правильно, и так было нужно. Раз в раз он пытается себя оправдать, ничего нового, в принципе, в своих рассуждениях с начала воспоминания, с 90-х и помыточных годов, ничего нового он не приносил. Почему наибольшая популярность к Ельцину, в отличие от Горбачева, здесь стоит вспомнить тот факт, что нынешний президент нашего государства, он был избран на этот пост благодаря Ельцину. И нынешнему нашему государству и руководству очень выгодно показать институт преемственности, институт президентства, как некий единый процесс. Если этот процесс был запущен при Горбачеве, то должен быть президент Росказ, 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 Но как таковой президент Горбачев не был именно Российской Федерации, то эта преемственность ведется именно с Ельциной. Сейчас гораздо выгодно показывать больше Ельцина, о нем в более положительном случае, потому что этот процесс должен не таким образом политически себя не запятнать. И чтобы вот эту цепочку провести, что это все происходило через свободные выборы, демократические выборы представляет и Горбачева, и Ельцина, ну, Ельцина, больше части, до этого и дилемма. Равнодушие могло бы появиться насчет Горбачева больше связано с тем, вот если спрашивать людей, у меня была как-то идея одна, и я просил по поводу Горбачева людей из своего родного города о том, что они думают о нем уже после стольких событий в 2020 году, и все они сводятся к одной и той же плане, что он виноват в развале страны. Все, ничего другого больше, он виноват, и все. Интерес к нему в принципе пропал, он виноват, и это причина всего. Он поставил Крест. Да, они на нем поставили Крест. А насчет Ельцина, хоть и тоже к нему довольно плохо относятся, но, конечно, 2000 налаженной жизни, все перекроет. Поэтому если к Ельцин такой интерес возьмут, потому что в принципе отголоски 90 все еще имеются у нас, потому что в последний доклад молодежи все до ностальгии она имеется, длиноство только в пересроченном времени все о нем забыли. Я бы ответил так. Поэтому возник разгрузчик. А нет ощущения наоборот, что пожалуй не совсем забыли о пристройке с негативной точки зрения. И поэтому оценка клиентов в сторону негативной, в сторону развала Советского Союза держится за счет людей, которые помнят и для которых личной трагедией и как Советского Союза стал. и как только уйдет активная память о том, как это переживалось реальными людьми, будет несколько другая цепь. Скорее всего я отвечу, что да. Потому что если брать доступные нам социологические вопросы по перестройке, то вот по последним например, в КСОМ я назову последняя жертва перестройки, но вы не это статус вопрос. Это социологическая опрация в КСОМ он не что еще верно да, не последний, он 19 по крайней мере года. Если брать последнюю статью Калединой, чужой среди своих, то больше процентов, больше половины людей считают себя жертвами перестройки. И самое что удивительно в этих вопросах жертвами перестройки считают даже те люди, которые не жили в пересрочное время. Это 90 год. Что довольно странно. Естественно все это докладывается как раз через семь наших заграждан которые прошли через пересрочное время через 90 и тот период когда они уйдут то оценка перестройки может сильно изменились. По существу сейчас нынешние фильмы я рассматривал они появились странительные данные по 18 и по 18 и по 21 годам за исключением написания все они как раз уже начинают выпускать процесс реабилитации пересмотра по чему да кто-то использует его в качестве инструмента но по большей части всегда клиент идет в положительную сторону если сами сообщественные то есть да через не знаю может еще через до 30 ситуация может поменяться может быть есть вопросы да вам нужно включить микрофон да я включила микрофон большое спасибо большое спасибо за доклад очень интересно потому что я занимаюсь вот примерно тем же самым вот я даже не знаю у меня не то что вопрос а может быть небольшое размышление мне кажется что вот этот вопрос предыдущий заданный почему к перестройке такое отношение почему она отсутствует вот я собственно на нем строю свое сейчас исследование длинное большое с опросами с интервью да и с некоторыми другими инструментами анализа и честно говоря вот такого однозначного ответа у меня тоже нет я просто с этого вопроса как человек который был подростком в перестройку и помня вот это все воодушевление позитивное настроение особенно у молодежи вот ну так как я была подростком и студенткой в начале 90-х я все это помню для меня большая загадка откуда такой провал потому что в своих интервью ну то есть у меня есть некоторые какие-то ответы которые сейчас нет смысла наверное обсуждать гипотезы но я сталкиваюсь просто с тем что в своих интервью что даже люди которые позитивно относятся к перестройке когда их спрашивают я опрашиваю людей двух поколений тех условно говоря кому сейчас 40 кому там за 50 немножко есть разные отличия в отношении к перестройке но это люди которые в основном позитивно относятся к ней и вот этот вот провал именно на уровне ну как бы сказать аффекта именно на уровне эмоции когда нет вот этой есть воспоминания далекое о том что было позитивно люди до сих пор относятся позитивно в целом к перестройке но забыто с одной стороны вот это вот горячее чувство к нему никак невозможно присоединиться и с другой стороны на уровне ценности не идет разговор да как будто вот какой-то провал в том числе интеллектуалы тут интеллектуалы двух групп как бы смыкаются с одной стороны те кто негативно относится к перестройке ее не помнят с другой стороны те кто позитивно к ней относится тоже на уровне ценностей все как будто забыто более того ведь и западные работы особенно не выходят о перестройке то есть если в Оксфорде например ну где я сейчас нахожусь подойти просто к полке с работами про позднесоветское про перестройку вот в последнее время не очень мало работ и это ну было бы интересно конечно об этом поговорить может быть в рамках даже не только этого доклада но и всей конференции вот о причинах этого провала кто что думает может быть какую-то общую дискуссию вот такое у меня соображение в целом я с вами согласен и честно говоря сам этой темой стал заниматься сравнительно недавно поэтому у меня не такой большой бэкграунд по этому вопросу но я бы сказал что такое все-таки забывчивое отношение к перестройке произошло в результате ну и возможно под мне кажется события 90-х по большей части перекрыли события перестройщенного периода как мне кажется и если для многих вспоминающие перестройки были положительными и отрицательными негативные моменты культурная революция пособление режима реформы хоть и все в Белой к 91-му году социально-экономическим потрясением то 90-е это полнейший кран то есть даже там например взять моих родителей они больше всего недовольны именно 90-ми годами нежели чем перестройка поэтому это все перекрыло и выпало из скажем так если это память то память трагична трагична я бы сказал то есть то что было более эмоционально произвело больше эмоционально повреждения у человека и больше конечно когда-либо 90-х поэтому эмоционально это все перекрыло я бы так ответил можно я добавлю мы на комплекте в собственном гибридском центре был доклад который рассматривал память о 90-х и одним из выгодов этого доклада было то что в массовом сознании происходит влияние перестройки и 90-х и оно скорее воспринимается как единый процесс поэтому возможно еще причина в этом причина в том что это не воспринимается как две разные вещи а как один сложный процесс в котором в общем-то люди не разделяют какие-то ну в чем-то да но в чем-то ведь это и не так то есть вот я совершенно согласна с докладчиком в том что разница разница есть и я тоже ее вижу есть в 90-м отношение более ярко может быть там даже больше ругают Ельцин там больше вот этих конфликтности между группами а здесь как будто вот такое молчание забвение причем ценности тоже причем я знаете думала я огоньки сейчас перечитываю пересматриваю и я думала что может быть мне будет скучно это все архаично нет просто читаешь эти статьи и снова погружаешься в это все и совершенно непонятно ну то есть есть какие-то объяснения но как бы вот действительно есть разница с 90-м с отношением 90-м действительно перестройки какой-то холодный такой вот провал ну вот интересно было бы про это конечно как-то побольше следует поговорить спасибо спасибо вам нет вопрос может быть в вашем докладе но в контексте того что нет холодный период отсутствия интереса к перестройке вот я очень много уважаю экскурсий для студентов и у меня возникает гипотеза она ничем опять же не подтверждена в форме личного ощущения что нет интереса вообще никакого исторического периода неважно перестройка застрой оттепи а вот какому историческому периоду в обществе актуальный есть интерес вот если если бы мы жили возрождение мы бы сейчас все интересовались с историей Древнего Рима Древней Греции а вот сегодня мы живем в 2021 году и вот повалено историю какого периода мы интересуемся это мне кажется нету какого-то объединяющего нас интереса к какому-то дому периоду и мне кажется опять же может быть я говорю что на своих ощущениях основываюсь что вообще мы немножко в каком-то историческом вакууме и мы интересуемся только нашим сегодняшним днем и нам немножко все равно вообще что было даже близкое близкие 90-е а 80-е нас еще дальше вот только что было исследование студентов на самом деле исходя из тех настроений у нас на факультете и сколько я не общался с студентами выше с аспирантами ниже бакалаврами все в один голос если брать 20 все в один голос интересуются только одной темой салинский период только он потому что он не будет неоднозначен он делит по две части сейчас в индукционном пространстве опять взять и будет программа на федеральных каналах все время сравнение с аставином тоже он враг отец народа это самый дискуссионный вопрос больше интересует все остальные нет крючок тем более мое ощущение с вами полностью составляет потому что почему я думаю почему интересно может быть потому что это тоже темная тема а вот именно темная что-то запретное потому что нельзя выставить все хотят о нем говорить но его нельзя выставить как воплощение зла в истории нашего государства многие хотят это сделать но не дают и когда что-то запретное ты там больше тянешь а еще потому что это очень такой действующий инструмент одни хотят использовать для того чтобы оправдать что нам нужен очень сильный руководитель а другие наоборот чтобы сказать что мы не должны быть такими авторитарами а перестройки не знаю есть тема чем новостковая и тоже очень притягательная и мне непонятно почему она особо не исследуется в общественном пространстве не значимая может быть еще да может быть я бы предположил что поскольку в кодеке перестройки стало возможно обсуждение многих вопросов с этой историей и прочие моменты то вот этот небольшой период 90 тоже можно было включать много интересных работ исторические исследования не очень хорошего качества вышли в качестве своем и об этом можно было говорить сейчас существует все-таки цинзер который не позволяет уже высказывать определенные мысли осуждения о том периоде то есть вот был была дана такая небольшая возможность кто мог конечно читать кто мог писать 90 у населения простого возможности не было все вынуждены были выживать чтобы пересрочены в такой большой 6 лет была возможность и сразу вас убили по сути дела не могли никак задаться этим вопросом сейчас после еще да последний вопрос да спасибо большое слушайте на самом деле поскольку меня пригласили на роль модератора я на самом деле у меня не столько вопросов сколько просто буквально парочка комментариев в целом по секции таких заключительных вот а может быть даже удобно сейчас будет сделать вот потому что надо закругляться во-первых всем огромное спасибо было очень интересно слушать разные доклады построены на разном совершенно материале от последнего доклада построенного на материале таких вот фильмов до опросов и до интервью глубинных и так далее у меня вот такие наблюдения в целом по всем докладам во-первых только вопрос который сейчас возник в дискуссии я к сожалению не знаю как зовут коллегу которая подняла этот вопрос вот который сейчас я не могу ее видеть напрямую это вот вы как раз да простите даже да потому что мы как-то не представились в самом начале всех секций поэтому даже не знаю вот как вас зовут простите Александр да вот который так сказать Александр поставил мне кажется очень важен то есть вся наша секция как бы прошла мимо этого вопроса который на самом деле такой основной а собственно говоря а вообще насколько исторически ориентировано современное сознание да насколько вообще историческая память вообще важна может быть какие-то другие вещи более важны для современной идентичности людей разного поколения чем какая-то историческая память то есть мне кажется это важный опрос который на самом деле можно было задать каждому из докладчиков вот так сказать чтобы как-то обосновать как раз актуальность собственно исследования памяти исторической будь то память о пристройке или о 90-х или о Горбачеве или вот этих мифах об советской истории и так далее то есть это первое замечание второй общий комментарий такой что конечно смотрите так или иначе в том в той или иной форме все доклады мне казалось они скатываются на позицию отношения к прошлому положительное отрицательное вот а мне кажется это как бы самый такой простой вопрос и самый такой ну только начало исследования самые самые интересные вопросы про память они последуют далее так сказать не просто как вот положительное или отрицательное отношение к прошлому а собственно а что такое это понимание прошлого и как и дальше вопрос о том каким образом это отношение к прошлому значимо сегодня в каких социальных контекстах оно значимо вот поэтому здесь мне кажется вот все вот эти вот работы они в этом плане тоже мне кажется каким-то началом исследования который может обещать быть более интересным и последнее то что я хотел бы сказать что те из вас которые так или иначе работали с не просто с вопросами такими вот анкетами вроде вопрос вот вопросов темы предыдущего доклада вот по я имею ввиду как раз Никита Козлова Сергея Филимонова и Ивана Шерстякова которые использовали просто опросы а все остальные поскольку так или иначе они может быть связаны с другими способами сбора информации в частности с интервью я бы хотел обратить внимание вернувшись к одному из тезисов доклада про глубинное интервью это коллеги из РГГУ делали вот сейчас я не уверен что они все еще на нашей конференции но в любом случае я просто хотел сказать что есть техники которые позволяют относиться к интервью больше чем к интервью и смотреть на интервью как на более сложный тип взаимодействия с людьми которых мы изучаем и соответственно брать это интервью больше я хотел бы сейчас я запощу в чате зума ссылку на статью Александра Касаткиной про то как можно читать позицию человек которого вы проводите интервью по прочитывая интонации ответов каким образом можно дальше более глубоко идти за тем что нам рассказывают наши информанты если мы относимся к их высказываниям не просто как словам а как словам которые сопровождаются интонацией какими-то видимо они что-то не хотят говорить о чем-то они прочитают молчать и так далее то есть иными словами относиться как интервью как элементу такого этнографического наблюдения вот мне кажется это было бы полезно очень к многим в частности вот в частности я думаю непосредственно про доклад исторической памяти о перестройке вот коллег из РГГУ и из университета Лобачевского из Нижнего Новгорода это мне кажется важная вещь для всех кто использует интервью как метод исследования исторической памяти вот эти собственно говоря три таких коротких пункта я хотел бы просто в заключение сказать спасибо всем спасибо спасибо сейчас у нас ответ 136 аудитория это первый этаж я думаю помочь спасибо Николай Владимирович спасибо до свидания до свидания спасибо до свидания до свидания Продолжение следует...